Крупнейшая после МММ. Этой осенью в России ликвидировали финансовую пирамиду, которую называют одной из самых масштабных за последнее десятилетие. Ее жертвами стали несколько миллионов человек. Как правило, это жители стран СНГ. Финансовая организация заманивала клиентов, обещая доход в 20-30% в месяц и возможность быстро заработать на покупку машины, квартиры или погашение кредита. Желающих получить все быстро и сразу оказалось так много, что сеть моментально распространялась на другие города и страны, завоевывая все новых и новых поклонников. И Казахстан не исключение. Какие типы финансовых пирамид существуют сегодня и по каким признакам отличить финансовую пирамиду от законной финансовой организации, расскажем сегодня. Я Алия Убакирова и это программа «Народная экономика». На профессиональном языке финансовая пирамида – это построенная одним или несколькими лицами структура, где доходы членам оплачиваются за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. То есть первые получают доход за счет взносов последующих. Эксперты говорят, что чаще всего финансовые пирамиды появляются в странах, где есть пробелы в законодательстве, регулирующем финансы. Обходить закон получается у мошенников просто. Как правило, финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие организации. А организаторы пирамид маскируют их под инвестиционные компании. Инвестиции привлекаются под какой-то проект с высокой доходностью. Или же вкладчикам обещают, что их деньги будут вложены в ценные бумаги. Даже если организация ведет какую-то реальную деятельность с какой-то доходностью, этих денег все равно не хватит на выплату обещанной прибыли. И деятельность эта ведется скорее всего для отвода глаз. Когда вы видите предложение о том, что вы можете инвестировать деньги с очень высокой доходностью, с такой доходностью, которая значительно превосходит существующие инструменты, то это первый повод задуматься. Потому что рынок – это такая штука. И сильно выдающийся высокодоходный инструмент – это всегда вопрос сомнения. Но сомнение это уходит на второй план. Как только человек начинает подсчитывать виртуальные доходы. Создатели финансовых пирамид просчитывают психологию будущего обманутого. Агрессивная реклама, большие обещания. И делить шкуру неубитого медведя вкладчик начинает с первых же вложенных тенге. Финансовые пирамиды начали появляться в начале прошлого столетия. И вот уже больше ста лет их классические схемы продолжают работать. Существует несколько видов финансовых пирамид. Самую популярную называют схемой Понци по имени человека, организовавшего эту мошенническую схему в 1919 году. Принцип одноуровневой финансовой пирамиды очень прост. Организатор привлекает вкладчиков, обещая им высокую прибыль. И первые вкладчики действительно эту прибыль получают за счет новых участников пирамиды. Когда организатор понимает, что поступающие суммы не покрывают обязательств перед вкладчиками, он исчезает, не забыв прихватить с собой деньги обманутых им граждан. Самый яркий пример – АО «МММ», печально известный на заре 90-х. За создание и руководство финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 Уголовного кодекса от штрафа в размере до 3000 месячных расчетных показателей до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. А в случаях, предусмотренных пунктом 3, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В многоуровневых взносы новичков распределяются между ранее вступившими членами пирамиды. Есть еще более сложные схемы, например, матричные финансовые пирамиды, которые за счет своей сложной системы могут работать годами. Во-первых, нужно посмотреть, что они обещают. Если это слишком шоколадные условия, если это слишком хорошие условия, это должно вызвать настороженность. Ну и второе, третье классическая схема. Деньги вперед. Когда у вас просят деньги вперед, нужно быть ранее осторожным и остерегаться таких вещей сделанных. Наши эксперты советуют, прежде чем отдать свои кровные, посмотрите документы компании вместо ее регистрации и лицензии. Требовать весь этот пакет бумаг – ваше законное право. Кстати, консультации ваших знакомых в данном случае не работают, потому что они сами, того не сознавая, могут быть участниками какой-нибудь финансовой пирамиды. И поддавшись рекламной кампании мошенников, будут и вас уговаривать последовать их примеру. Надо не вестись на рекламу, потому что, как правило, финансовые пирамиды как раз и нанимают актеров, блогеров и так далее. На самом деле, традиционные компании, традиционные пути инвестирования, они используют достаточно традиционные пути. Ну, там, обычная реклама, которая везде размещена на центральных улицах. Основные отличительные черты финансовой пирамиды – обещание высокой доходности. В разы больше любых существующих ставок по вкладам. Очень много агрессивной рекламы в СМИ и в интернете. Отсутствие информации об активах, доходах и расходах организации. Выплаты вкладчикам не связаны с официальными доходами организации. Органами внутренних дел за последние два года расследовано 647 уголовных дел о финансовых пирамидах, из которых в суд направлено 337. По остальным уголовным делам расследование продолжается. Один из громких процессов сейчас идет в Актау. Там около 700 человек требуют, чтобы им вернули 3 миллиарда тенге, которые они вложили в одну из компаний. Но процесс, который начался в июле текущего года, затягивается. И к другим событиям из мира отечественной экономики. Все, что произошло в Казахстане и как эти события могут повлиять на дальнейшие финансовые показатели страны. Эксперты дали прогнозы на стоимость нефти на следующий год. Для казахстанской экономики, как крупнейшего экспортера углеводородного сырья, показатели важные. По данным аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, спрос на нефть в 2022 году превысит 100 миллионов баррелей в сутки. Эта цифра выше даже той, что была до пандемии. В качестве основных драйверов роста в 2022 году ОПЕК выделяет Россию, США, Бразилию, Норвегию, Канаду и Казахстан. При этом экономисты не исключают, что баррель может подорожать до 50 долларов. Об этом заявил в кулуарах евразийского медиафорума один из его спикеров, шведский экономист Кьел Нордстрем. Мы находимся в ситуации, когда есть мировой спрос, есть мировое предложение. Таким образом мы можем видеть, что возможно будет 50 долларов за баррель. Но в таком случае активизируются разработчики, которые добывают нефть альтернативным методом. Особенно на Соединенных Штатах и в Канаде. И как только цена поднимется до определенного уровня, эти гидроразрывщики-солнцевики присоединяются к рынку и начинают сбивать цены. А затем остальные снижают цены. Но это одна из версий. Посмотрите на квартиры в Нью-Йорке или Лондоне. 10 лет назад все говорили, что дороже не может быть. Сейчас цены дороже в три раза. Впрочем, эксперты уверены, что какой бы ни была цена на нефть, главная задача стран со схожей с Казахстаном экономикой снижать зависимость бюджета от стоимости черного золота. Преобразуйте экономику, основанную на сырье и ресурсах, на экономику, основанную на знаниях. Это очень легко сказать. И я только что доказал это. Но это чрезвычайно сложно сделать. Превратить страну из одного способа создания ценности в другой способ создания ценности. Это требует огромных усилий. Обычно занимает одно-два поколения. Но направление ясное. Казахстан должен стать экономикой знаний, экономикой, основанной на знаниях. Другого пути нет. Это была программа «Народная экономика». Мы докажем вам, что каждое, даже небольшое изменение на финансовом рынке, может иметь большое значение для ваших финансов. Вместе с вами мы заглянем в денежные копилки правительств государств и посчитаем и чужие деньги и подумаем, как сохранить свои. С вами была Алия Убакирова. С вами была Алия Убакирова.